24 сентября, Федорин день, назван в честь преподобной матери нашей Феодоры. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему, будто грех, сотворенный в отме, не будет узнан Богом. Но когда она уразумела, что перед Богом ничто не может утаиться, великое покаяние проявила тогда она. Переодевшись в мужское платье и поступив в мужской монастырь, она назвалась Федором, прилежно исполняла различные послушания, достигла большой святости и стала творить удивительные чудеса. В этот день крестьяне отправлялись с поля, чтобы посмотреть, хорошо ли сходят озимые. Тем более, что святую Феодору в народе считали покровительницей озимых. В этот день окончательно прощались с летом. Наступали по-настоящему холодные дни. Начинались затяжные дожди. По утрам были заморски. К этому времени крестьяне старались закончить все работы. Убирали последний лук, уносили улей с пчелами на зимовку. Собирать дары для священника, который служил в деревне. Помогали матушке, то есть жене священника, прибраться в доме, готовить запасы на зиму. Называли этот обычай осенницы. На стол сегодня подавали блюда из капусты, щи, голубцы, пироги. Мужики варили пиво, выдерживали его в специальных глиняных кувшинах, корчагах. Примет. Если сегодня пчелы вновь стали летать, осень будет сухой и продолжительной. На Феодору нельзя начинать никаких дел. Нет, напиток получился кисло-сладкий, умеренный во всех отношениях, ничего добавлять не надо. Ах! Великолепно! Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку. Накрываем крышечкой. И ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил. Особенно начало весны, середина весны, зелени нету, а витаминоз и т.д. Где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста. Вот оно, проросшее зерно. Полное витаминов группы B, которые ведут все процессы в нашем организме. Оздоровительные. Витамин А есть? Есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий. Там, знаете, сохранение или еще. Вот что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из мамонного организма? Нет. Вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет, хо, одно загляденье. Далее. Опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится. Вернее, у них портится. Почему? Да потому что все отдается через молоко нашим любимым деткам. А мамам, нашим красотулечкам, не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие. И все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог многие не любят. Ой, он кислый, он неприятен, но там застреет во рту. В нашем целебном варианте завтрака он идет великолепно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!